Центральный парк отдыха города Видное превратился в машину времени и на целый день перенес посетителей назад в прошлое. Лет так на 40, когда сегодняшние пенсионеры учились в школе. Наслаждались беззаботной юностью, дружили, влюблялись и мечтали о счастливом будущем. О том времени участники ретро-арт-фестиваля «Снова за партой» вспоминают с придыханием. Здорово все, прекрасно все организовали. Мы вообще очень довольны. Для нас такой праздник. Все хорошо. Есть ощущение, что вернулись в молодость? Ой, это точно. Как никогда. Давно-давно воспоминания детства у меня. Классно. Прекрасный день, все замечательно, погода супер. И вообще организация на высшем уровне. Как вот такая тематика вам по душе? По душе, конечно. Ностальгия по прошлой жизни. Все прекрасно. Идея провести такую стилизованную ретро-встречу принадлежит сотрудникам Центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедов». Здесь сегодня представители 19 городских округов Московской области. Всего более 300 человек. Многие из них участники губернаторского проекта «Активное долголетие». Это первый фестиваль. Хочется, чтобы он прошел достойно, чтобы было интересно всем участникам, которые приехали к нам, которые смогли это сделать. Многие привезли стен газеты. Это школьное время. Подобрали фотографии школьного времени. Это так здорово. Старт мероприятию был дан на сцене Центрального парка, где с приветственным словом к гостям обратились представители администрации Ленинского городского округа, социальной защиты и руководство парка. Проект губернатора «Активное долголетие» – это история не только о творчестве и возрасте в нашем городе, это сама история города. Мы очень рады, что сегодня вы у нас в нашем красивом парке. Мы раскрываем свои объятия и свое сердце. Я присоединяюсь ко всем словам. Надеюсь, вам у нас понравится. Вы еще кашу не ели. И хочу сказать следующее. Пионер всегда был пример. А вот отряд активных долгожителей был, есть и будет примером. Почти каждый городской округ подготовил свой мастер-класс. Тематики разные. Изобразительное искусство, кройка и шитье. Но главное одно – это занятие объединяет участников. У нас прошел мастер-класс. Мы и Сергия Упасада привезли домоводство советского периода, когда люди могли прийти на наш мастер-класс и сшить прихватки. Мы показывали, как это делается, при помощи чего оформляется все, каким стежком можно это сделать. И даже те, кто не строчили на машинках, делали своими руками, удивительная вещь, люди ушли довольны. Жительница Яхромы Анна Романенко на арт-фестиваль приехала вместе с мужем. Успела посетить несколько мастер-классов и осталась под впечатлением. Все интересно. Вот как вошла. И не знаю даже, куда мне, куда. Скорее, тут хочется, и тут хочется. Я рисовать люблю. И вот уже, смотрите, я сама сделала пилоточку свою. Представляете, на концерте очень побыла тоже очень красиво. Так выступает хорошо. Мне очень здесь нравится. Прям очень здорово. Молодцы. Спасибо за все, за все. Сезон фестивалей только начался. Их в этом году в Московской области будет немало. Поэтому каждый представитель активного долголетия этим летом сможет найти себе занятие по душе. Юлия Погосян, Александр Логинов, Видное ТВ. 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 Юлия Погосян, Александр Логинов, Видное ТВ.